Здравствуйте, с вами Антон Выборный и добро пожаловать на третье видео моего мини-мастер-класса по коммерческой 3D-визуализации интерьеров и экстерьеров. В прошлых видео я вам рассказал об индустрии визуализации в целом, во втором видео я рассказал о трендах 3D-визуализации, но в этом видео я хочу уже заострить свое внимание на более технических моментах этой индустрии. В этом видео я расскажу вам, какой софт нужно использовать в 3D-визуализации, какой софт востребован сегодня, что будет востребовано завтра, и также расскажу о технических характеристиках, которые нужно знать при выборе компьютера. И также я вам расскажу основные ошибки и основные приемы при изучении любого софта. Поэтому смотрим дальше видео, где я буду отвечать на более технические вопросы. Итак, давайте рассмотрим вопрос, какой софт нужен для эффективной 3D-визуализации. Прежде всего вам нужен 3D-MAX, потом нужен Photoshop для постобработки ваших рендеров, и плагин V-Ray для создания красивой картинки. Далее я расскажу все плюсы этих программ. А сейчас давайте рассмотрим вопрос, что нужно иметь для качественной работы. Прежде всего вам нужно иметь хороший компьютер, потому что если у вас не будет хорошего железа, то ваша работа будет превращаться в постоянные муки. Даже если вы сможете делать какие-то красивые картинки, то в любом случае они у вас будут создаваться очень долго, вы очень долго будете делать тестовые рендеры, и это будет отнимать очень много энергии и сил. Второе, что нужно иметь, это хорошую базу текстур, потому что вы можете скачивать готовые уже модели, но в любом случае вам нужно будет менять разные материалы. И поэтому вам нужно обзавестись хорошим арсеналом готовых текстур, желательно бесшовных. И третье, что нужно, это хорошую базу моделей или доступ к базе моделей. Если 5 лет назад все качали модели, себе на жесткий диск и хранили их, и работали только со своей базой модели, то сегодня времена немножко меняются. Легче всего получить профи-аккаунт на 3dd.ru и иметь доступ к скачиванию 20 профи-моделей в день. Этого вполне достаточно для того, чтобы делать хорошие работы. Конечно, вам нужно будет обзавестись уже какими-то готовыми сборниками, которые есть в интернете, но и постоянно пополнять свою базу вот такими моделями. Теперь давайте перейдем к вопросу, какими навыками вам необходимо владеть для качественной работы. Прежде всего, вам нужно понимать логику работы в программе. Она разделяется на несколько подэтапов. Это логика моделирования. Вам нужно понимать, как моделировать объекты правильно, какое количество полигонов должно быть, правильно распределять сетку модели, потому что я неоднократно видел, когда обычный коттедж сделан огромным количеством полигонов, которые абсолютно не нужны. И то же самое, когда я видел какие-то модели дивана с нехваткой полигонов, или наоборот, с его переизбытком, когда, например, на TurboSmooth скидывают 3-4 интерпретации, и компьютер просто ложится, даже с самой крутой видеокартой. Логика настройки материалов. Это правильное отражение, это правильные карты на diffuse, на glossy, на reflection, разные там, вероидерты, фоллоуфы и так далее. То есть, сюда же входит и отображение текстур, потому что многие ребята просто накладывают текстуры и не понимают, что такое таллинг, что текстура повторяется, что ее нужно редактировать в фотошопе, пользоваться бесшовными текстурами. Также есть определенные параметры настройки материалов. Нужно следить за тем, чтобы все материалы отражали, у них были правильные блики. Я неоднократно открывал сцены, когда вообще на материалах нет отражения. То есть, там просто в diffuse картинка, и все, даже бампа нет. То есть, за этим тоже нужно следить. Потом нужно понимать логику настройку рендера. Потому что бывает такое, что в интернете насмотрелись картинок, каких-то настройок рендера. Когда уже человек профессионал, он понимает, зачем ему какая настройка нужна. То есть, он там, например, LightCash может вытянуть, например, карту освещения. Или там Irradiance Map подправит под свои нужды какие-то. У него там есть какая-то мелкая геометрия, и он ее пытается выделить. Естественно, новички как делают? Они заходят в чужую работу, в чужую сцену, копируют настройки рендера, и применяют это на своей сцене. Естественно, им это не надо, и рендер у них длится очень-очень долго. В принципе, если говорить про длительность рендера, то, например, обычный интерьер спальни с разрешением 1500 пикселей на 1000 пикселей в хорошем качестве должен у вас рендериться не больше часа-полтора. Это максимум. То есть, если у вас это больше уже длится при таком разрешении, значит, что-то у вас не так с настройками. Еще многие ребята как делают? Они делают очень крутые настройки, которые уже на качество, в принципе, не влияют. Они там эти нюансы уже заметят, это уже очень крутой профессионал, хотя у них работа не дотягивает материалами, моделированием и всем остальным, а настройки рендера они завышают. И тем самым работа сильно увеличивается, хотя им такие настройки не нужны. Потом, один из самых таких основных, основной по теме логики, это постановка света. Естественно, это ключевой момент успеха. Если человек не будет понимать логику, как создавать свет, то вообще, в принципе, нужно начинать все сначала. Логика света это не инструментом, как вы там делаете, V-Ray Sun, V-Ray Sky или там обычными какими-то стандартными источниками освещения. А именно, как создать сценарий освещения. Это ключевой момент вообще всей 3D-визуализации, потому что при хорошем освещении можно вытянуть любую картинку. И логика декорированной сцены. Что это может быть? Например, если вы делаете интерьер, как правильно расставить предметы декора, какие нужны, какие не нужны. Если это какой-то экстерьер, это как правильно делать озеленение, как создавать эмоцию в картинке. Потом, что еще нужно знать, где брать информацию. На сегодняшний день в интернете существует огромное количество разных статей, видеоуроков. И, в принципе, есть определенные источники, где ее нужно брать. Но следующим пунктом я бы хотел вам порекомендовать научиться фильтровать информацию, потому что информации сейчас просто, ее много, ее переизбыток. Если 5-10 лет назад информации было мало, и люди учились по одним и тем же статьям, засматривали книги Дадыр и смотрели одни и те же видеоролики, то сейчас очень много информации. Фактически по каждому моменту вы найдете какую-то обучающую информацию. Но очень нужно развить в себе навык фильтровать эту информацию, потому что когда новички в основном учатся, они заходят в какие-то блоги на YouTube, начинают смотреть все подряд уроки по 3D Max или там по V-Ray еще почему-то. Эти программы созданы для вообще 3D. Так как я уже рассказывал в первом своем видео, то что 3D индустрия, она бывает разных типов. Это бывает игровая индустрия, кинематограф и всякое такое. Соответственно, что делает новичок? Он заходит на YouTube, смотрит там как моделировать интерьер в 3D Max. По ключевому слову YouTube понимает слово моделировать 3D Max и выдает ему разную информацию по моделированию каких-то машин, зверей, автомобилей, мотоциклов и всякого такого. Естественно, человек, который не знает, что ему надо, он туда прикольные модели, думает, дай-ка я посмотрю. Естественно, он начинает смотреть и он от своей цели отдаляется, наоборот, потому что в голову влетает очень много информации, которую он никогда не будет применять на архитектурной визуализации. И тем самым годы человек тратит на изучение таких вот информации. Лучше всего, когда у вас уже есть, конечно, какой-то объем знаний, вы уже можете фильтровать информацию и тогда вы можете точно выделять нужные уроки под свои нужды. Ну и, конечно же, уметь себя позиционировать как профессионал, потому что я неоднократно видел, как ребята, которые не умеют делать TD-визуализацию, но умеют себя позиционировать и неплохо зарабатывать. И такая же ситуация, только с точностью наоборот, с ребятами, которые умеют делать супер-визуализацию, но не умеют себя подать конечному заказчику. Давайте перейдем теперь к более уж таким детальным вопросам, почему именно 3D Max. Во-первых, это самый популярный 3D-редактор в мире. По нему существует огромная уже база готовых моделей. То есть вам не нужно будет конвектировать их, не нужно будет пересохрять в другой формат. И в принципе информации по 3D Max больше всего. Если вы там хотите моделировать, научиться, то информации этой достаточно. По сравнению, например, с Cinema 4D или Rhyno. Отличная совместимость с передовыми рендерами, как Corona Render, V-Ray, Maxwell и так далее. Почему я еще выбираю 3D Max? Потому что это компания Autodesk производит. Естественно, многие архитекторы сейчас переходят на Revit и у 3D Max супер-связка с Revit. То есть там автоматическое обновление модели и фактически работая в этой связке, архитектору или дизайнера интерьера не нужно моделировать заново здание, ну как бы объект. И еще какая крутость 3D Max, это программа с абсолютно безграничными возможностями. Можно сделать от коттеджа там какого-то или от лоу-поли модели для фильма до какой-то высокополигональной модели целого города. То есть фактически, владея этой программой, ей можно развиваться бесконечно в ней. Просто бесконечно. И в принципе, при хорошем знании этой программы она закроет вообще любые вопросы касательно 3D. Почему я остановился на V-Ray? Ну это, во-первых, самый популярный плагин для визуализации в мире. Тоже под него существует огромная база моделей, которые уже заточены под V-Ray. То есть вы скачиваете модель и вам не нужно перенастраивать материалы для рендера. Если вы, например, работаете в Максвилле, в Ментал Рей или в Короне, выберете V-Ray, модель, которая заточена под V-Ray и вам в любом случае нужно перенастроить материалы. Да, существуют разные конвекторы, но в любом случае там будут какие-то глюки, потому что это разные производители и все равно это будет отнимать какое-то количество времени. Конечно же, много информации по V-Ray. Конечно, да, ее надо уметь фильтровать, но ее достаточно много и фактически там любой вопрос при грамотном использовании информации можно найти. Не глючит с геометрией Revit. То есть, когда вы Revit-овскую геометрию закидываете в 3D Max, накладываете V-Ray и в V-Ray и в V-Ray и в V-Ray и в V-Ray то глюков практически нет, у них хорошая совместимость и все работает замечательно. В V-Ray можно добиться очень высокого качества. То есть в V-Ray в принципе точно такой же, как и 3D Max можно сделать картинку просто супер качества. Если, например, там рендеры Artlantis, какие-то там еще GPU рендеры, о которых мы поговорим чуть позже, они работают, они умеют делать визуализацию, но там есть потолок свой. То есть в любом случае, например, в Artlantis или в Lumione на данном этапе вы никогда не сделаете фотореалистичную картинку. Она будет всегда игрушечная, как в Sims. То есть она будет такая вот, как в игре. в V-Ray вы можете сделать картинку, которую вы просто не то, что от фотографий не отличите, а от какой-то супер фотографии в журнале. Естественно, большая база готовых моделей, заточенных под V-Ray. И по сравнению со всеми рендерами, которые делаются на процессоре, об этом я расскажу чуть позже, V-Ray, пожалуй, самый быстрый. Если, например, говорить о Maxwell или там Mental Ray или о Короне, они в любом случае будут дольше рендерить, чем в V-Ray. Сейчас популярный рендер становится Корона, и я как бы хотел бы ответить на вопрос V-Ray или Корона. Слева мы видим рендер Короны, в принципе, достаточно хорошего качества. И такой же крутой рендер справа V-Ray. Эти картинки я нашел в интернете для того, чтобы вам показать и объяснить суть. А если мы сравниваем, например, как бы там 3D-пакеты, 3D Max, Cinema 4D, Blender, то там есть какие-то такие некоторые моменты, которые, в принципе, заставляют спорить между собой. Корона и V-Ray лично для меня это абсолютно два одинаковых рендера, но я начинал с V-Ray, вот, и поэтому я к нему уже привык. В принципе, человек, который владеет логикой визуализации, то есть он понимает, как работают материалы, как работает постановка света, что нужно зрителю, как сделать вкусную картинку, ему абсолютно все равно в чем делать, или в Короне, или в V-Ray. Абсолютно все равно. То есть, в принципе, здесь главное понять логику как бы самой 3D-визуализации, а не софта. Вот. V-Ray, да, он более такой, я бы так сказал, он быстрее в любом случае, чем Корона, но ребята, которые работают в Короне, они говорят, что она физически корректна. Опять-таки, я считаю, что разница между этими двумя рендерами есть уже только тогда, когда вы супер классный специалист, и вы уже умеете настраивать тонкие такие вот настройки рендера. Если вы только начинающий, вам абсолютно все равно с чего начинать. Но я бы начал с V-Ray, почему? Потому что под него больше информации есть, больше специалистов, которые вам могут передать свои знания. В Короне там, ну, есть несколько ребят, их по пальцам пересчитать можно в V-Ray, достаточно, он будет более популярный. Но опять-таки, повторюсь, разницы реально практически нет. Главная логика. GPU-рендер. Что такое GPU-рендеры? Это рендеры, которые основаны на движке компьютерных игр. Если V-Ray и Corona, они работают на процессоре, то есть у вас рендер делает процессор, то GPU-рендеры, они работают как рендер видеокарты. То есть вы, когда в играх бегаете, у вас нет такого, что картинка долго рендерится. Да, вы в игре бегаете, она уже сразу красивая. А если мы используем процессоры, ну, как бы рендеры, которые идут на основе процессора, то там идет просчет картинки. Сейчас рендеры, процессорные рендеры, можно их так назвать, они более качественные, они сейчас более такие, ну, востребованные, можно так сказать. Вот. Но в любом случае, GPU-рендеры очень сильно развиваются. мы видим прогресс в компьютерных играх. Вот я справа, да, взял движок Unity, на котором создаются игры. И мы вот смотрим, это из какой-то игры картинка, то есть мы смотрим на эту архитектуру, и в принципе, она уже не уступает картинке с Атлантиса, по большому счету. Да, тут игровое такое, но в принципе, конечный заказчик, да, он уже сможет понять, что это за здание, как оно будет выглядеть, и в принципе, передать атмосферу. Слева это рендер Lumion. У Lumion какой плюс? То, что он хорошо подтягивает геометрию Revit, то есть вам 3D Max вообще не нужно будет использовать. У него идет вот такой сразу рендер, то есть тут можно походить, быстрая анимация, это очень тоже классный плюс, в том, что в 3D Max и в V-Ray или в Короне вы будете анимацию делать месяцами, а в Lumion вы анимацию можете сделать 20 минут. Да, она будет плохого качества, она будет мультяшной, но все равно для клиента это уже будет хороший плюсик. Вот. Но, как правило, видите, эти рендеры, они еще сыроватые. И что я еще по поводу них могу сказать. Если вы делаете экстерьерную визуализацию, то есть это какие-то там домокомплексы, коттеджи, GPU рендер еще может сойти, потому что в архитектурной визуализации там не нужна супер прорисовка мебели. Если вы делаете интерьерную визуализацию, то в любом случае вы никогда в жизни не вытянете картинку такую, как V-Ray. То есть архитектурная визуализация можно использовать, для быстрой подачи, для утверждения заказчикам, для такого скетча. Это не вопрос. Для интерьеров я бы туда даже не лез. Но, безусловно, это то направление, которое будет в тренде. Итак, давайте теперь перейдем к вопросу, какой нужен компьютер. Вы сейчас узнали, посмотрели, какой софт нужен для этого. И теперь вопрос состоит в компьютере. Я сейчас продиктую вам название компьютера, который собран у меня. Я его покупал очень давным-давно. И, опять-таки, он достаточно тянет неплохую картинку. Работать в нем можно. Но сейчас в любом случае можно докупать и более сильный процессор, и видеокарту. Все зависит от вашей платежеспособности. Процессор у меня стоит i7. Это Intel i7-2600K. Сейчас там уже появилась серия i7-3700K. То есть, в принципе, их можно уже брать. Я сейчас говорю вам такие требования, с которыми можно работать и делать хороший результат. 16 гигабайтов оперативной памяти. Ну, естественно, чем больше у вас оперативной памяти, тем лучше. Видеокарта у меня, по-моему, 2-гиговая GeForce GTX 580. Это игровая видеокарта. Сейчас уже, по-моему, есть 730-я GTX. Ну, то есть, чем, естественно, чем лучше, тем чем дороже, тем круче будет. Но тут нужно понимать, то, что когда выходит какая-то новая видеокарта, она не сильно отличается от предыдущей в техническом плане. Но цена у него в 2 раза выше. То есть, смотрите, если, например, выходит, например, GeForce GTX 590, и она будет стоить у вас там 500 долларов, то 580-я будет стоить сразу 250. А опять-таки, разница у них там будет ну, не намного космическая. ну, не космическая. Поэтому всегда покупать не самую дорогую, а такую, как бы, чуть-чуть послабее. Вам нужно 2 ТБ, это жесткий диск. В принципе, это достаточно, чтобы накопить много информации на своем компьютере. Монитор, я советую, Dell, с матрицей IPS. Если у вас позволяют финансы, купите монитор Apple, но там проблема со штекером видеокарты, будьте внимательны. Dell, в принципе, хорошие мониторы, у них IPS-матрица такая же, как и у Apple, и стоят они в три раза дешевле. У меня ребята спрашивали по поводу там мониторов LG и всего остального на других матрицах. Сколько раз мы не сравнивали картинку, она в любом случае выжигается и такая не очень красивая смотрится. В любом случае, IPS-матрица это самая классная сейчас. Чтобы рендер не влетал, нужно минимум 8 ГБ оперативной памяти. Многие ребята работают на ноутбуках. У многих становится вопрос ноутбук или компьютер. Ребята, смотрите, если у вас стоит такая задача, я бы, конечно, купил стационарный компьютер, чем ноутбук. Но если вы студент, это в основном, кстати, студенты спрашивают, если вы студент, и вам постоянно нужно мобильно передвигаться, то ноутбук можно хороший для работы купить, но он будет в разы дороже, чем компьютер. Опять-таки, если у вас 8 ГБ оперативки, процессор там тоже i7 уже можно ставить на ноутбук, то работать можно будет. Но опять-таки, если вы хотите серьезно заниматься 3D-визуализацией, конечно, покупайте стационарный компьютер. Если вы только начинаете, и вам нужно как бы быть мобильным, купите ноутбук, научитесь делать хорошие картинки, заработайте денег уже на хороший стационарный компьютер. Это в принципе реально. То есть, нет принципиальной разницы, что нужно брать только ноутбук или только стационарный компьютер, но как бы нужно отдавать предпочтение это будет то, что вам важнее. Или мобильность, или как бы быстрая работа. Итак, теперь, после того, как вы поняли, что вам нужно будет для эффективной работы в 3D Max, какой софт вам нужен, я сейчас дам некоторые рекомендации, как быстро выучить софт. Итак, при изучении разных компьютерных программ большинство людей сталкиваются с одними и теми же вопросами и делают одни и те же ошибки. Давайте вначале рассмотрим, какие бывают варианты вообще обучения. Первый, это классический вариант по книжкам. То есть, это было модно и востребовано лет 10-15 назад, когда появлялись первые книжки по 3D Max, по AutoCAD, по Revit, вот такие были талмуты, в которых было очень-очень много информации, но не было грамотно структурированных знаний. Естественно, учить компьютерные программы по книжкам это очень сложно, потому что в некоторых моментах нужно смотреть именно как в видеопроцессе это все дело происходит. Поэтому, в принципе, этот вариант вообще отпадает, потому что там нет структуризации, там вообще ничего нет. Я помню, когда-то я учил 3D Max по Библии 3D Max, такая большая была книжка, страница на 800. В общем, на 80-й страничке мне начали рассказывать, как делать какую-то сложную развертку текстуры, как моделировать ложку и всякое такое. Как я уже говорил, то, что 3D Max, да и вообще это касается любых программ, они заточены под какие-то общие принципы, да, но в них можно делать узконаправленные работы. К примеру, в 3D Max вы можете делать какие-то высокополигональные штуки, моделировать роботов, анимировать их, и также вы можете делать лоу-пори модели, и также вы можете делать архитектурную визуализацию. И в каждом направлении есть свои приемы, есть свои техники, которые нужно использовать. Естественно, в книжке нет такой четкой структуризации, там идет такая некая Библия, где рассказывается обо всех инструментах, но вы не понимаете, когда их нужно применять. То есть этот вообще вариант я не рекомендую. Второй вариант это учиться самому по интернету. В принципе, это так делали люди, которые стояли у истоков ТД-визуализации, это был где-то 2006 год, 2008 год, то есть они в интернете сами лазили на форумах, сами смотрели все это дело, изучали видеоуроки, статьи, тогда этого еще было мало, сейчас этого достаточно много. Выучить любой софт самому реально, то есть я никогда не буду рассказывать, что это нереально, самому учить там плохо, вернее, это не совсем хорошо, но это реально. Естественно, когда человек учится сам, он делает достаточно много ошибок в любом случае. Это представьте, если вы там учитесь кататься на лыжах или водить машину и вам нужно будет переключать передачи на механической коробке передачи, вы будете это сами учиться. Естественно, вы потратите, вы спалите 5 цеплений, прежде чем машина куда-то поедет. Гораздо легче, когда есть какой-то инструктор, который вам говорит об этом все. В интернете сейчас существует очень много информации, идет даже переизбыток, но она не структурирована. Естественно, человек, когда он начинает сам учиться, он попадает на какие-то видеоуроки, которые не из этой отрасли. Например, там какая-то сложная анимация или еще что-то. Я когда только начинал, я помню, я находил разные уроки по какой-то анимации, там смотрю какие-то частицы, там, патикал сло, короче, такие крутые штуки, там что-то летает, кружится. Это действительно все интересно, но вы тратите очень много времени на изучение ненужной информации. Я даже помню, когда мы как-то с одним товарищем встретились, начал обсуждать рендеры, я говорю, я вот недавно урок один по каустике посмотрел, ты там так делаешь, ты каустику настраиваешься в рендерном районе? Нет, нет, а что это? Я начал ему рассказывать. Хотя каустика это вообще абсолютно такая ненужная вещь, в принципе, для архитектуры анимации. Она используется в преломлении солнца в воде. По сути, это как бы не отрасль коммерческая 3D-визуализация. Вы представляете, сколько я там две недели потратил на изучение уроков этой штуки, на тестовые рендеры и тому всего. Хотя потом я это ни разу не применял, а время ушло. Естественно, вы когда очень много информации воспринимаете, вы это все впитываете в себя, как губка. Эта информация не структурирована и получается хаос. И только с годами опыта вы начинаете отсеивать ненужную вам информацию и как-то ее структурировать. Но, к сожалению, проходит очень много времени. Если у вас времени много, то вы, в принципе, можете жертвовать. Лично у меня, я стараюсь экономить все время, поэтому я когда что-то учу, я привлекаю кого-то, чтобы меня учить. Третий вариант это заниматься с наставником в оффлайне. То есть, когда вы приходите к человеку домой, он вас учит. Это такой классический такой студенческий прием, когда какой-то одногруппник научился это что-то делать и все там девочки приходят к этому парню в 4D-макции. Через это все проходили. Я вообще прошел через все этапы, которые я вам сейчас буду рассказывать. То есть, это когда вы приходите на занятия и начинаете с человеком индивидуально работать. Вы платите ему там по часовам. Есть свои плюсы и минусы. Первый плюс в том, что это реальный человек, вы реально его знаете, вы можете видеть его работы, вы можете спросить там и всякие такие штуки, ну как бы получить фидбэк. А минусы какие? В том, что хороший специалист, он очень сильно занят и он не будет с вами носиться. Второе, хороший специалист стоит очень дорого и там получается так, что вы будете там за один урок платить достаточно хорошие деньги. И в вашем подсознании будет такой момент, что вы будете платить ого, вы будете думать, что ого, ничего себе, это я за час ему столько плачу, как я там, я там полмесяца, за полмесяца столько зарабатываю, а он в час. Ну как бы вот такая вот штука. Вот. Потом вы будете постоянно нервничать, когда человек вам будет рассказывать какие-то уже фишки там вирея, визуализации, вам в любом случае нужно будет ждать рендера. То есть представьте, вы, например, приходите к человеку на час, да, он вам показывает, как ставить освещение, запускает рендер, и вы сидите 20 минут просто смотрите в монитор. Такой принцип работает неплохо, когда вы только-только начинаете учить самые-самые азы, если вам тяжело учиться по видеоурокам, то этот вариант будет работать. Если вы хотите именно прокачаться очень сильно, этот вариант не подходит. Такой же вариант похожий как бы по скайпу, когда вы с человеком созваниваетесь, учитесь вот так вот. Я тоже так учился, проблема в том, что разное бывает там часовое время, даже, да, у меня такая проблема была. То ты забыл, то тебя-то не дисциплинирует, вот такие вот моменты получаются. Естественно, через монитор это достаточно трудно передавать. Но в любом случае у вас возникает одна и та же проблема, как и с оффлайном, как и заниматься преподавателем в оффлайне. Это то, что вы начинаете нервничать, что он вам рассказывает какую-то ерунду, хотя вы хотите другое. Естественно, вы начинаете идти не по программе, а лезть в какие-то дебри. Я помню, когда я учил людей из 3дмаксе, я им начинал рассказывать основы, постановку камеры, как делать эмоциональные котинки. Они мне говорили, Антон, что ты мне какой-то пигню рассказаешь, ты мне расскажи, как рендер делать. То есть на втором вот этим занятии человек говорит, я хочу рендерить. То есть он наслушался от своих друзей, что вот можно, есть такая волшебная кнопочка рендера, V-Ray, можно поставить солнышко, поставить V-Ray Sky и все будет круто. И вы начинаете, вы ему говорите, чувак, я хочу как бы учить рендер. Тот, кто платит, тот заказывает музыку. Давай учить рендер. Вы начинаете это делать и у вас нет последовательности, вы, хаос получается и результат не происходит. То есть в принципе этот вариант, он может существовать, но так себе. Еще один вариант, это прохождение групповых занятий. То есть когда набирается какая-то группа, есть оффлайн преподаватели, он начинает вас учить. Там уже, плюс в том, что там есть хоть какая-то методология, последовательная. Минус в том, что когда вы пропускаете какое-то занятие, вам не выдают видеоуроки. А по статистике примерно 30% информации нового высваивается у человека. Все остальные 70% он догоняет потом. В итоге, когда вы занимаетесь и очно, и в группе, вы эту информацию не впитываете на 100%. Естественно, вы платите преподавателю слово и слово за ту же самую информацию, которую он вам сказал до этого. Потом в офлайн группах проблема такая, то, что большая группа студентов получается, и преподаватель не может уделить внимания абсолютно всем. То есть, кто-то отстает, кто-то впереди, кто-то это уже знает, кто-то не знает, и получается такая небольшая каша. Плюс в том, что да, это коллективная какая-то работа, это работа в группе, она всегда вдохновляет на какие-то новые действия, на работу, но все же времени непосредственно занятий преподавателем у вас мало происходит. наверное, пожалуй, основной минус всей этой темы это в том, что хорошие школы офлайн существуют в больших городах. Если вы, например, с города какого-то небольшого, то шанс, что вы найдете хорошие групповые курсы, крайне маленькие, там может быть только в Москве, в Петербурге, в Киеве, там еще в каких-то городах миллионников, и то это очень большая редкость, то есть фактически офлайн-школы, они достаточно, они вымирают, в принципе, все же потихоньку начинают переходить в офлайн. И в принципе, потом давайте еще рассмотрим, какой способ, купить просто видеокурс какой-то, структурированный, да, эта информация достаточно неплохая, она уже может быть структурирована, это может быть профессионал, но проблема в том, что вы не сможете задавать вопросы у преподавателя, это очень важно. Если у вас все в порядке с самоорганизацией, вы это сможете, но в любом случае, какой бы видеокурс ни был, опять-таки повторяюсь, какой бы крутой он ни был, у вас все равно будут возникать вопросы. И, конечно же, лучше иметь доступ к преподавателю. Покупка видеокурсов может вывести нас на хороший уровень, да, если у вас талант к этому делу, если вы действительно можете обучаться сами, то вы можете получить хороший результат. Плюс в том, что видеокурсы, как правило, намного дешев, дешевле стоят, чем тренинги в онлайне. И, опять-таки, существует еще момент тренингов в онлайне. Я считаю, это, наверное, самый эффективный способ, потому что вам выдают и видеоуроки, вы находитесь сами дома, вы никуда не ездите, есть у вас доступ к преподавателю, есть классная серия последовательных тренингов и так далее. Плюс в том, что вы не стоите в очереди, вы не стоите в пробках, когда вы едете. Я посчитал, что, например, за три месяца оффлайн-обучения у вас уходит пять или шесть дней жизни просто только на дорогу учебное заведение. То есть, это достаточно много и, в принципе, стоит задуматься о том, что онлайн-обучение сейчас более эффективно. Из минусов, да, вы сидите дома, нет такой группы, которая вас вдохновляет. И, конечно же, тут очень важна самодисциплина. Но я глубоко уверен в том, что на сегодняшний день именно такие онлайн-тренинги, это когда есть видеоурок, есть какой-то закрытый форум, есть какая-то платформа, где подключаются другие участники, задают вопросы. То есть, в любом случае, вы можете посмотреть, как кто-то задает какие-то вопросы, преподаватель в них отвечает, и вы себе же сразу это внедряете. Но тут существуют тоже некоторые подвохи. Давайте рассмотрим проблему выбора преподавателя. Это один из самых важных вообще моментов, когда вы начинаете учить какую-либо программу. Это может быть и 3D Max, и игроскопер, и все остальное. Но, так как у нас классикласс сейчас заточен под 3D Max, я буду рассказывать методологию, как правильно выбрать преподавателя под визуализацию интерьеров и экстерьеров. Прежде всего, ваш преподаватель должен быть прав. То есть, это тот человек, который работает в этой сфере, он постоянно совершенствуется, постоянно выкладывает свои работы на тематические сайтах, на форумах и так далее. То есть, он где-то работает в этой сфере. Второе, то, что нужно понимать, это уровень человека. Хорошим уровнем 3D-визуализации считается, если у вас работа попадает в галереи render.ru, 3dddru и evermotion.com. Это такие 3 брендовых сайтов. Первые 2 это СНГ-сайт, и третий сайт это европейский сайт. То есть, если человек туда публикует работы свои, значит это хорошо. Если он туда не публикует работы, то сразу мы можем себе задать вопрос, а почему? Потому что через эти сайты приходит достаточное количество клиентов. Многие ребята, когда начинают преподавать, они говорят, а зачем мне туда выкладывать работы? У меня всегда возникал вопрос, тебе что-то трудно выложить туда работы, если ты умеешь, и ты в себе уверен, почему бы и нет? То есть, это люди, которые или боятся критики, или у них работа недостаточного уровня. Третий момент, это работа его учеников, причем здесь нужно смотреть очень внимательно. Объясняю, почему. Чем еще отличается онлайн и офлайн? Да и вообще, в принципе, в целом, преподавание работы учеников и авторов. Я очень много раз видел, когда у преподавателя классные работы и супер работы у его учеников, причем там заявляют, что вот за две недели, за три недели мы тебя научим сделать вот такую штуку. Я согласен, что за две, за три недели упорного труда, в принципе, за месяц, можно выйти на неплохой уровень 3D-визуализации. Но нужно будет, нужно понимать одну очень важную штуку. Если человек, ученик, да, делает эту работу сам, чтобы преподаватель вообще не касался его сцены, это один момент. Когда он его корректирует, это не вопрос, да, это можно. Но когда, чтобы преподаватель сам не касался сцены человека, то есть, чтобы по рекомендации преподавателя человек сделал сам сцену и сделал хорошую картинку. Потому что я очень много раз видел так, что человек вроде там делает, да, какие-то нюансы, да, он собрал сцену, он все сделал, но у него там не получается свет быстрый, да, у него какая-то коррявая картинка, преподаватель зашел там через тимвибер, или там, если это оффлайн работы, зашел там буквально две-три галочки поставил, свет изменил, и картинка совсем стала другой. но возникает вопрос, это делал ученик, или он стоял рядом, когда преподаватель там самые фишечки наставил, понимаете, и в этом есть очень тонкий нюанс, который вам преподаватель никогда не расскажет, то есть, вам это нужно понимать. Я бы даже заострил свое внимание больше на работах самого автора данного курса. Объясняю почему, потому что, если он владеет этой информацией, естественно, он может передать ее вам. Когда он записывает какие-то там видеоуроки, он в любом случае все не передаст вам. И не потому, что он там жадный и свои знания, а потому, что он не понимает, что некоторые вещи могут привести к результату. Естественно, ваша задача как ученика из него эту информацию высосать. Это очень правильно. как это присосаться к нему как пиянка. И просто вытягивать из него информацию. То есть, писать ему в скайпе, на форуме там, чувак, помоги там, как это делать, как это делать. Он вам будет это все дело рассказывать. Если вы сами не будете проявлять активность, какой бы крутой преподаватель не был, вы все равно до его уровня никогда в жизни не дойдете. Это еще такой важный момент. Четвертый момент. Если у преподавателя хорошие работы, но некоторые студенты не дотягивают до этих, ну как бы, работы не сильно крутые. Такое тоже возможно. Опять-таки, очень важно бывает некоторым везет, и попадают ученики такие достаточно прогрессивные. Бывает, действительно, ребята попадаются, но не их нет, но не могут они так сделать. Вот. И не стоит ставить крест на преподавателя, если его работы у его учеников не такие, как у преподавателя. Это абсолютно нормально. Потому что бывает, люди приходят с разным уровнем подготовки. У нас было такое, что на тренинг приходит человек, который уже прошел до нас три тренинга. он уже, в принципе, умеет делать хорошие визуализации, и мы его дотягиваем. Конечно, у него получается супер картинка, это понятно. А бывают ребята, которые приходят с нуля вообще учат, они не знают 3D Max, и естественно, у них на выходе, в конце тренинга, у них будет результат разный, и это нужно понимать. Вот. Поэтому, если картинки так себе, да, какие-то, это не значит, что преподаватель приходит. Может быть, там ученики не очень. И причем, это касается абсолютно всех тренинговых центров, не только нашего, а там других. Потому что я видел, что есть люди, которые реально могут научить кого-то, но работы. Еще одним важным моментом является обучение сразу профессионалам. Я неоднократно видел, когда ребята проходили какие-то дешевые курсы, учились сами, там как-то оно все было не очень, и в итоге они потратили больше времени и денег на переучивание тех моментов, которых они сделали ошибки свои, Я много учил, там, и студентов, когда они, там, где-нибудь, там, у себя в академии проходят какие-то левые курсы, преподаватели, которые вообще неадекватные в этом мире, вот, учат их, там, буля, там, простреливают окна, там, и так далее. Ну, может, те, кто в теме, уже поймут, о чем я говорю. Вот, и, естественно, люди выходят, они ничего не могут сделать, у них нет результата, они начинают идти повторно платить какие-то деньги за какие-то обучающие курсы. Поэтому, нужно понимать и ценить труд чужих людей. Естественно, все вот эти вот онлайн-семинары, они не дешевые. но вам тоже нужно понимать то, что, когда вы учитесь у кого-то там, нужно понимать, что вы впитываете свой опыт этого человека себе, который он нарабатывал много времени. Поэтому, я считаю, будет вообще не, ну, как бы, несправедливо, если там люди этот опыт полностью раздают бесплатно. То есть, вот так. Это, это как бы покармливание, правильно. Поэтому, если вы хотите учиться, если вы сейчас смотрите это видео, и вы обучаетесь с нуля, моя рекомендация вам, найдите хорошего преподавателя, хороший тренинговый центр, влюбитесь в преподавателя, да, вы работаете во всей этой штуке, и обучайтесь сразу у профессионалов. И еще вот один такой момент, который я бы вам хотел сказать. По поводу тренинговых центров и всей этой темы. В принципе, лет пять назад специалистов было мало по 3D Max. По Рею это сейчас мало, а вот по 3D Max пять лет назад было. Вот. И сейчас уже достаточно открылось много тренинговых центров, да, с ребятами, с преподавателями, которые действительно разбираются в продукте. Я вам так скажу, практически, ну, примерно сейчас существует на рынке там, я думаю, пять-семь школ, которые могут выдать хороший результат. Я вам честно скажу, результат все выдадут абсолютно одинаковый. В принципе. У всех хорошие работы, все знают свое дело, все умеют преподавать, и у всех одна методика преподавания. Я вам так скажу. Вот. Но у каждого преподавателя свой разный подход. Кто-то более такой климатичный, более любит там в деталях копаться. Кто-то более преподает с таким, как бы там, шаром и с приколом, да. Кто-то, как бы, такой холерик, кто-то там билон холит. Ну, то есть такие разные вещи. Кто-то нужно преподает, но там завляется на все подробности. А кто-то, например, по верхам скачет, но когда вы смотрите этот видеоурок, вам вы кайф ловите. То есть нужно выбрать для себя вот этого вот преподавателя тот, ну, как бы, чувствовать его и быть на одной волне. Опять-таки, повторюсь, результат у вас будет. В этом видео я рассказал технические характеристики работы в 3D-визуализации. То есть мы узнали, какой нужен сок, какой будет востребованный, какой нужен компьютер, как быстро это все дело учить. И в следующих своих видео мы уже будем рассматривать более технические характеристики уже моделирования, материала, постановки света и вообще, в принципе, всего процесса 3D-визуализации. Поэтому увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok